Время Собирается расставлять приоритеты и избирать пути. А еще, порой стоит обернуться на уже проделанный путь и задуматься, а по-прежнему ли это тот самый путь? По-прежнему ли он ведет к тому, чего вы желали однажды? В конце концов, по-прежнему ли вы желаете этого? Порой самым верным оказывается признать, что избранный когда-то путь был тупиковым, и свернуть с него, несмотря на все затраченные усилия и ресурсы. Отпустить. Ведь теряя одно, мы можем обрести что-то другое взамен. Олмс, проснись! Этот твой путь еще не окончен! Ну что ж, раз уж даже Валенард говорит, что этот путь еще не окончен, видимо стоит по нему проследовать дальше. Друзья, дорогие зрители, с вами сэр Холмс и Морровинд. Прошло полтора года примерно. Это одновременно и удивительно и ужасно, как летит время, и как я его трачу на что-то другое впустую, вместо того, чтобы играть в Морру. Ну а теперь Морровинд будет продолжен и доведен до конца. Вот. Еще я усвоил за это время, что у стримов, у коих сейчас на канале до сих пор большинство, у лицплеев, коих не было давным-давно, совершенно разная аудитория. Вот. Есть такая вероятность, что те, кто смотрели Морровинд раньше, я надеюсь, что вы еще есть, те, кто начали и кто сейчас продолжит. Возможно, вы меня еще ни разу не видели и... Вот он я. Рад, что... Нет, я вас не вижу. Ну, представим, что рад вас видеть снова. С вами сэр Холмс. Как хотел сказать, канал благородных сэров. Ну, ладно, это прошлое. И рад, что вы теперь можете видеть меня. Вроде бы да. Все, что хотел сказать, сказал. Ну, веб-камера, в общем, это будет главное изменение в лицплеях. И так-то продолжим то, что было начато. Планы. Планы — это посетить старый Бенгард. Я специально, помнится, ради этого переустановил Морровинд, переустановил все моды. И это, по-прежнему, наверное, остается самым моим сложным IT-проектом вообще за всю историю. Но в итоге записал пару эпизодов, по-моему, только всего с того момента. Вот. И с тех пор повыходили еще, конечно же, обновления. Но я пока их не буду ставить. Надо хотя бы старый Бенгард изучить вам, показать его и самому там пожить какие-то квестики поделать. Ну и... Да. Надо доделать текущий квест. Я на ком-то стою, кстати, прости. Смотри, как я глажу хвостиком его морду. Помнится, я все еще делаю задание на какого-то представителя Вавилона, я не знаю, как это назвать. Госслужащего, полицейского, ФБРов, ну ладно. Ну, тайного агента, в общем. И надо это доделать, в общем-то. Я нашел того, кого он мне просил найти, там, лидер контрабандистов. Да, точно, я вспоминаю. Я его тюкнул. И вроде бы меня занесло к Молокбалу как раз на обратном пути. Ну ладно, это я буду все вспоминать. Ах, память отшибла уже. Ладно. И направлюсь в старый Бенгард. Вот, что еще по заданиям? Самое важное, наверное, это квесты. А, вот, кстати, журнал. У нас есть журнал. Да, вот, я убил Сернама Рассената. Кстати, DPI маленький. Повысим. Рассената. И... Собственно, теперь мне надо... А, вернуться в Миролайк. Да, вот. Это будет... Фокус. Это будет фокусом. Ну, квестов, конечно, скопилась куча всяких. Давайте быстренько пройдусь по ним, чтобы вообще... Ну, продолжить обозначение планов, да? Что мы будем делать? Это что такое? Все по-английски. Я забыл английский язык. Нет, шучу, конечно. Но надо будет снова привыкать. А, боится своего гнева. Что? А, это надо отнести в гильдию магов. Но это, по-моему, не в ту сторону. Это куда-то на север мне надо топать. Да. Это пока не приоритет. Сначала я посещу Эбингард старый. Гильдия магов. Таинство дворфов. Это континентальные квесты, которые тоже сейчас не в приоритете. Страйкинг Рутс. Да, кстати. Я таскаю с собой кучу-кучу всяких цветов. Надо будет вернуться в Акамору и их отнести. Потому что 4 килограмма цветов таскать – это такое себе удовольствие. Это на континенте квесты, которые не приоритетны. А, кстати, еще... О, боже мой. Ладно. Это Солдсхейм. До него, наверное, я еще не скоро доберусь. Гильдия магов. Да, это все. Этот квест я случайно начал. Посетив, помнится, как раз-таки здесь замок с некромантами дружественными. Весьма широких взглядов товарищи надо будет в гости сходить, кстати, еще раз. Это тоже континент. Анаси континент. Охота на Деэдру в Акаморе. Ну, что-то я не нашел. Я думал, я их по пути найду, этих Деэдра, но как-то нет. Но, может быть, потом. Тоже пока не приоритет. Солдсхейм. Это квесты, которые я случайно начал. Там какие-то, по-моему, квесты домов вообще. У меня, кстати, много довольно всего в Вальдруне осталось незавершенным. Когда я вернусь на континент... Я, кстати, не знаю, когда это случится вообще. Я хочу сконцентрироваться именно на там реле ребилд. Посмотреть, что тут, да и вам показать. Когда я вернусь на континент, надо будет в Вальдрун сходить. Да, вот дом Редоран, все такое. Иска Чпиона тоже на континенте. Хроники Нечу Лефта и Мистерия Дворфов. Это все сложно. Это, мне кажется, какие-то большие квесты. Таинство исчезновения Дворфов мне вообще Теребониус дал. Ну, типа, да. Выясни-ка, почему исчезли гномы. Вперед, перед тобой все двери открыты. Делай, что хочешь. Лишь бы какое-нибудь поручение выдать. Ну, это тем более не приоритет. Окей, ладно. Ну, и по сути, получается мне выполнить вот этот текущий квест. И на остальные я пока забью. Чтоб... Посетите Бенгард Стары. Да, и говоря про... Инвентарь. А, кстати. Чтобы он не мешал. Точнее, чтобы я не мешал наслаждаться вот этим вот всем разнообразием всего. Надо его подвинуть вверх. Инвентарь. Это ужас. Это отдельный ужас. Накопительство, наверное, всегда было моей проблемой. Я постараюсь что-нибудь сделать с собой, я не знаю, в течение этого прохождения, чтобы так много дряни не таскать. Ну, снарягу оставлю всю ту же. Кстати, почему? Expensive pants, expensive shirt. То есть дорогие, как бы, шмотки стоят всего 15 монет. Я, помнится, специально их выбирал под стать костюму, но... Костюму, доспеха. Сейчас у меня доспехи другие, можно подыскать будет одежку. Ладно, это все не суть. Смотрите, у меня есть... Да, кстати, тут можно на быстрые клавиши, да, назначать? Гоблинский меч. Гоблинский баклер. Так, подожди, а он что ли не снаряжается автоматом? А, у вас больше нет гоблинского баклера. Ну... Очень жаль. Это значит, что у нас освобождается... Это значит, что надо его освободить. Так. Это, это надо. Сейчас, ребят, сейчас. А... Навести порядок в инвентаре, это важная штука, чтобы потом... Легче было. Так. Это короткие, это короткие клинки. Я думаю, у меня стоит попробовать вот с этим мечом выходить. Гоблинский это как-то не солидно вообще. У него как бы больший урон. Максимальный. Но тут ведь... Магия. Магия! Его я выкину, черт с ним. И да, мне бы найти щит теперь. Так, алибарда мне понадобится. Сейчас еще я хочу качать, потому что... Копья. Древковая получается. Что он у меня... Вы поняли. Для прокачки уровня нужно качать вот эти вот 10 навыков. Буду стараться копьем. Кстати, давайте-ка его и назначим на... Только как это делается, я уже не помню. Видимо, только так. Назначим на двоечку. Ой. Управление тоже надо будет вспоминать. Ну, я постараюсь Морровинд регулярно записывать, чтобы не забывать как вообще-то. Как это надо будет продать. Вот это глупые какие-то штуки. У нас есть... Танто. Что... Грубо говоря, кинжал. Который призывает другой кинжал. У тебя вместо этого танто кинжал становится в руке. И таким жалом... Ну, глупо как-то. Ммм... Это красивый меч, конечно, но... Кстати, две мирские, по-моему. Не мой? А, да, надо назначить. Не мой профиль. Не мой профиль. Это длинные мечи, но... Он чё, тяжёлый, да, до черта? 18 килограмм. Я думаю, его тоже стоит выкинуть. Мне просто надоело гулять перегруженным постоянно. Хотя ладно, пусть будет. Продам. Вот этот вот гоблинский меч, он стоит копейки, поэтому чёрт с ним. Так, буду пока с этим мечом. Так. Это значит на продажу. Это... А, вот, я ещё использую вот этот кинжал, чтобы отравлять врагов. Вон у меня что, на четвёрочку. Кольцо взгляда медузы и кое-какие заклинания школы иллюзии. Ну, я же типа скрытный маг, я помню, и вообще негодяй. Ой, короче, надо будет это всё почистить. Ну вот... Знаете, вот это моя страсть... Перестраховываться, чтобы у меня была штука, не знаю... Ну, любой случай жизни, там, любой амулетик, любое колечко, там, любое зелье, которое способно, там, исправить какую-то проблему, которая, может быть, и не случится. Мне кажется, проще от этого всего избавиться. Скума, кстати. Ну, надо найти торговца, кто это купит. И... Решать проблемы по мере их поступления. Проще, чем вот это вот таскать и каждый раз забывать, что у меня... Ну, ладно, вот эти штуки, наверное, оставлю, как алхимия, всё-таки. Да, наверное, как торговца посещу какого-нибудь, подумаю, что лишнего продать. Ну, наверное, дорогие ингредиенты тоже продаду, продаду, продам. Книги, помнится, я люблю коллекционировать. Скумовая трубка. Ну, это же как кальян, да, получается? Прикольненько. Да, у меня есть страсть коллекционировать вещи и вот... Всякие записки, знаете, вот. А, ну, кстати, вот эта вот записка, наверное, скоро и не понадобится. Но, вообще, есть небольшая история с этим связанная. Как-то раз я первый раз в жизни проходил Морровинд и просто провалил первый же квест тем, что... Вот записку, которую надо было ДК от Касадису донести, там, какие-то записи, да? Я их просто куда-то выкинул, отправившись гулять по открытому миру. Из соображений того, что они же занимают место в инвентаре, эти записи весят что-то там. Я их просто выкинул и потом не мог найти. И не мог просто сделать основной квест. Причем... Долго при этом играл в Морровинд. Поэтому такие штуки я предпочитаю сохранять, но... Хотя я уверен, что вот эта мне уже не... Ну, ладно, пусть она будет до конца вот этого квеста, который сейчас сделаю. Вот. Ну, да, такие записки я сохраняю. Свитки то же самое, что и с зельями. Наверное, там лишнее имеет смысл будет продать. Карты континента... Я, пожалуй, их сохраню. Пусть будут. Ну, в общем, да. Это все скорее для коллекции. Warmth. Warmth. Теплота. Что это значит вообще? Какие-то стихи? Кстати, романтичные. А, подпись некромант. Или подожди. Ну, вообще, я бы мог сейчас залипнуть в чтение книг, но... Вступление, по-моему, и так затягивается. У меня есть мыслишко еще продолжить когда-то начатую рубрику литературу древних свитков. Когда я зачитывал книги из Даггерфола, да? Да, из Даггерфола. Нам всего три видео сделал где-то. Вот. Как вы думаете, стоит? То есть это будут отдельные видео, где я буду просто открывать вот эти вот книжки и их зачитывать. Возможно, что-то там, какие-то картиночки вставлять. Вот. Но это постольку-поскольку будет делаться, если будет вообще. Вот это, конечно, все интересно. Даже вам про вампиров можно почитать. Но не сейчас. Точно не сейчас. А, ладненько. У меня складывается ощущение, что мне, пожалуй, стоит... По-моему, это было громковато. Определенно. Прокачивать магию и восстановить хп не помешало бы очень даже. Надо еще придумать, как отсюда выбраться. Я не помню. Черт, страшно. Так хорошо было пребывать в забвении все эти полтора года, а теперь мне придется снова возвращаться в этот ужасный... Божечки, мертвый Дейдрод. Ужасный и агрессивный мир Морровинда. Ну, хотя он, наверное, не такой агрессивный, как мир того же Таркова, но все равно. Я думаю, целесообразно восстановить хп. Вот, буду параллельно избавляться от всякого лишнего таким вот образом. Мне совсем не нравится, что так мало действует заклинание кошачий глаз. Так недолго. Так скоротечно. Так, ладно, у меня же есть карта. У меня же есть карта. Да, вот, сюда мы пойдем. Хотя нет. Сначала я пойду сюда, в Миралак. Санктум, Deep Chamber. Наверное, мне в Санктум. Санктум это... Наверное, светилище, да? Подожди, а где сейчас я нахожусь? Не, я сейчас в светилище, Shrine. А Санктум тогда что такое? Буду рад, если кто-нибудь пояснит. Ну, идем туда. Как бы, чтобы это не было. Ух, неужели я их всех убил? Я даже не помню такого. У меня прям круто. А у меня есть изделие восстановления магии? Ну, в смысле. А, да, вот, маны. Восстанавливает больше, чем у меня есть даже. Ну, знаете, так как прошло полтора года, у меня невольно начинает казаться, что тут сейчас из-за поворота на меня выскочит враг, но я вспоминаю, что в игре-то не прошло вообще нисколько. Ну, тут все зачищено, по сути, но. Теса, какая-то что-то. Препарация трупов. Ну, это, конечно, очень интересно все, но... Наверное, это проще загуглить, чем сейчас мне это читать. В свободное от лицплеев время. Ммм, завал, кстати. Очевидно, это не откроется. Ну, ладно, я думал, что, может, она в ту сторону открывается. Так, а куда? Куда теперь? А! Подожди. Еще одна статуя молокбала. Жертвоприношение, очевидно, делает. Ну, это я все уже залутал, зачистил. Так, здесь мне искать больше нечего. Так, надо, да, действительно, найти просто выход отсюда. Черт его подери. У меня тут не по себе совершенно. Так. Ммм, куда-то в... А, я понял, тут, видимо, выхода не будет у меня никакого. А, еще и не пройти. Как тут неудобно-то все. Текстуры проклятые. Хитбоксы невидимые. Хитбоксы невидимые. Да, надо... Пройти по другому пути. Ох, я надеюсь, это... Не займет слишком много времени. Тут целый эпизод о том, как я выхожу из светилища молокбала. Но это, наверное, немного зашкварно. Ну, как я хорошо умею прыгать. Ммм. Ммм. Вот. Мне интересно. Стамина, она всегда так кончалась? Все потому что... В оригинальном Морровинде тоже? Еще, может, я какое-то могу зелье сделать в восстановлении стамины? А то, ну... Я, знаете, уже... На всяких современных играх... Черт, не получилось. Ммм... Расслабился, так сказать, и... А, надо... Надо восстановить запас сил. От запаса сил тут многое зависит. В том числе успешность алхимии. Ммм... Разнежился, да, на современных играх, в которых... От обычного бега запас сил не тратится. Тут ведь, наверное, это не так работает, да? То есть... Я имею в виду, что в оригинальном Морровинде тоже тратится запас сил от обычного бега. Ух... Так, ладненько. Это полное выражение, друзья. Не получается. Ммм... Сердце, наверное, лучше продам. Вот так-то мне не с чего больше особо варить тут. Зелье... Восстановление... Стамины. Запаса сил. Так что я просто поплыву сюда. Мне же сюда. Или... или меня туда. Ну так, ну ладно. Методом исключения. Кстати, мышечная память... На быстрое сохранение, она остается всегда, мне кажется. Ох, ну ничего, у меня есть, в конце концов, зелье дыхания под водой. Помнится. Теперь у меня-то не видится такой уж хорошей идеей. Так, хорошо, хорошо. Диана. Очень кстати. Так, супер, я куда-то выплыл. Вообще, это не выглядит как... То, что мне нужно, но... Зная Моровинд... И вот... Ну, тут же тоже не очевидно. Может быть, вот здесь... Как будто бы тупик, но вдруг тут есть второй какой-то этаж, да? Через который я смогу выбраться вот таким образом. Или... Ну, короче, вы поняли. Вообще, надо было свой летсплей пересмотреть предыдущий. Так, что у меня по левитации? Вот зелья левитации с собой точно стоит таскать всегда. Ну, я знаю, что у меня есть на самом деле амулетики, но я хотел бы потратить зелья, чтобы... Ага. Так. Супер, 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 супер. Ну, здесь тут даже больше, чем мне нужно дольше. И, кстати, я отдыхаю, пока летаю. А, вот, справа внизу же индикатор есть. Когда он начинает мигать, вот этот фиолетовенький, значит, действие окончается. Слушайте, а это было глубоко. Хм, сэнктум. Ну, в общем, я пришел, куда хотел. Главное, как говорится... Подожди, я точно сюда хотел? Шрайн. А, да. Так, сейчас левитация окончится. Шлеп. И теперь мне в пору применить вот этот амулет. Идеальная посадка. Вау, как это заморочено это все. Зачем я вообще сюда залез? Вот, скажите мне. Красивое мясо. Я, пожалуй, побрезгаю письмо. Я не помню, читал ли я его, но я хочу еще раз это сделать. В действительности, я не помню, почему культ заплатил так много... А, уделил так много внимания конкретно этому светилищу. Ничего особенного. Оно даже меньше, чем большинство светилищ. Ага. Все, не так просто, как вам казалось. Единственная штука, которую мы здесь нашли... Это... Свиток какой-то с песней. Она там говорится в высоком пути, возвышенном там. И когтям, и чего-то там таким же... Ну, короче... Намек на то, что все... Вот там вот. Ну, это обнадеживает меня. Похоже, я близок к выходу. Как это все тут неудобно-то. Как это все неудобно? Ну, похоже, это все? Это выход? Да, все, я вышел. Так, мне интересно, какое сейчас время суток. Так. Делаем ставки. Во, прекрасный день. Чудесно. Зачем меня вообще туда потянуло? Какой здравом уме человек бы туда полез? Человек. Мер. Будем... Точнее. Они же считаются мерами. Так. Нет, я с этим не хочу связываться сейчас. О, тут классно. Смотрите-ка. Какие болотца интересные. По-моему, я совсем недалеко ушел от места, где тюкнул дядю. Так. Мерлак в той стороне. То есть... В той. Окей, я понял. Пойдем. Я, наверное, предпочитаю это все обойти. О, знаете, мне это все напоминает сейдонин. Самое начало игры. Вот эта вся болотистая местность. Ну, это же так прекрасно. Черт возьми. Ностальгия плюс 100. Конечно, я выбираю не самые удобные места. Ух. Неплохо. Неплохой выстрел, да? На крабы на меня будут нападать? Здрасте. Неплохо. Ты че? Крабы ведут себя странно. Это статичные крабы. Турель ближнего боя, как сказал бы сэр Волинард. О. Не, подожди, так лучше не делать. Сырое мясо есть из них сгонщих, да ну. Пищеварительная система вещь довольно хрупкая. Наверное, даже хотя урганян, наверное, она... Ну, ладно. Ну, все равно это как-то... О. Вот так, здрасте. Крабы все еще меня преследуют, как бы. Из этих штук, наверное, можно сварить какие-нибудь яды. Живописная хижина? Ммм. И места тут более атаки. Интересно, это что они тут? Двеймерский плов готовят. Есть кто? О, привет. Я просто давно... Извини за... Да, я прошу прощения, что я такое назойливое существо, но я просто давно не видел людей. А, чё? Ты даже не постучался. Я вытащу твой глаз из... Сангвинские зубы. Да, не очень ты... Такой... Гостеприимный. Даже слухами не хочешь делиться, да? Ну, ладно, ладно. Я бы мог тебя замочить, но не хочу руки марать. Рассчитывать на то, что он мне предложит чашечку двеймерского плова, наверное, точно не стоит. Ладно. Я, в принципе, наелся мяса Никс Гончий, сырого, нечаянно. Можно теперь не переживать в течение, наверное, ближайших нескольких десятков часов за еду, пока оно всё не переварится. Ну, это, наверное, мне пригодится. Это у меня уже есть. Какой разнообразный, кстати, ландшафт здесь у вас. Поместье какое-то. Я бы его обчистил. Да, в принципе, в деньгах вроде как не нуждаюсь сейчас. Тем более, что чего-то я могу уже продать. Мирлак в ту сторону. Старый Бенгард. Ну да, я, наверное, потом туда прямо и пойду. В Дрим я там был. Ну, всё. В общем, по этой дороге я должен дойти туда. А, всё, да. Эти места я узнал. Я тут уже бывал. По-моему, как раз даже в предыдущем эпизоде я тут бывал. Красивенько. Вот, ещё заметочка по поводу стиля ведения записи, так сказать. Показалось, что какой-то гоблин стоит, смотрите. Хех. Чёртовы цветы. Какие-то скучные моменты. Есть смысл на быстрой перемотке делать быструю перемотку. Если я просто бегу куда-то молча, например, или копаюсь в инвентаре. Просто перематывать. Ну, либо же я буду стараться заполнить как-то эти... Вот это, конечно... Ладно. Это такой прекрасный пляж, будем считать. Зоны тишины заполнять какими-то своими... Рассуждениями, я не знаю. И, конечно же, ничего на ум не идёт. В такие моменты, ты думаешь, вот надо бы порассуждать о чём-то. Закон подлости. Но, знаете, мне кажется, одно из главных правил стримера, летсплейщика, видеоблогера и т.д. и т.п. Это просто неси какую-нибудь пургу. Ну, желательно, конечно, не пургу, а что-то осмысленное, но... Главное не допускать длительных зон тишины. Хотя... Хотя... Сэр Римский, мне помнится, скидывал пример... Лет эдак... Как раз полтора назад... Стримера Молчаливого... Какой его фишкой как раз являлось абсолютное молчание в эфире. Ну, только геймплей и вот моя морда. Ну, да, эта фишечка, она же как-то неполноценна, правда. Вы тоже так думаете? Буду рад, если напишите в комментариях об этом. Поговорим об на эту тему. Где тут трактир? Я не помню. Но это не похоже на трактир. Красивые, кстати, деревья. Как они называются? Я бы сказал, что это Сакура. Кстати, а может это она и есть? Уже все так... Под азиатский стиль сделано. Можно даже в гонку ударить. Это не я. И вот на этом моменте, мне кажется, звуки эффектов можно подтянуть. Как-то он слабенько прозвучал. По-моему, это таверна. Golden Glade. Таверна. Да, это таверна. А вот сейчас я бы хотел немного... А, садиться же нельзя. Передохнуть. Добро пожаловать. Самые лучшие бренди, кстати. А, избавься от скумы. Сейчас без проблем, смотри. Я избавился от скумы, давай. Знаете, как в меме. О, у него даже есть золото. У-у-у. Так, слушайте. Вот это... Давайте подумаем, что я хочу продать. Я хочу продать ему какие-нибудь лишние зелья, потому что они тяжелые. А, вот всякие. Мунстоун. Ничего себе ты. Меньше чем за 50% от стоимости даже берешь. Какой ты пес. Какие-то, по-моему, еще бренди у меня были. Остановить силу воли. Ну да, вот я хотел от этого всего лишнего избавиться. Вот, наверное, вот по самой такой классной вот зелью восстановлялки имеет смысл оставить. Со мной можно продать. Вот такого. Rising Force. У меня, в принципе, есть, по-моему, даже два каких-то зачарованных предмета на левитацию. Это колечко. И что-то, по-моему, еще. Ну, не знаю, может оставить это все равно. Ну, так уж часто попадаются зелья левитации. Ну, ладно, оставлю. Ой, ну вот начинается опять накопительство. Остановление удачи. А, давай, все на продажу это. Вот это оставлю. Это в коллекцию пойдет. Я нашел это в вардкозе вроде бы. Гоя. Укрепить интеллект. Укрепить силу воли. Это точно не очень надо. Вот перышко. Классное, но нет. Черт с вами. Это все продать. Ну, вот парочку таких я бы оставил. Исцелить парализацию тоже. Вылечить болезнь. Укрепить силу. Слишком тяжелая, чтобы это таскать с собой. Излечить. Блайт. Моровую болезнь. Сиродильский бренди. Ай, ладно, бери на все деньги. Не жалко. А, подожди. Я же хотел сам что-то купить у него. Ну, ладно. Я буду аскетом. Я вот возьму яичко и закушу его рисом соленым. Замечательно. И я надеюсь, они хотя бы усвоятся у меня. Кстати, неправильно. Лучше было... Ай, ладно. Вот неправильно. Сначала белковую пищу лучше закинуть в желудок. Потом углеводную. Так оно лучше усвоится. Лучше не лучше, но равномернее. Эти пищи уничтожены. Справедливость над Сирномом Рассенантом. А, ты его убил. Хорошо, хорошо. Справедливость торжествует сегодня. Я также выяснил, что негодяй Атрил... А, я его выследил, да? Поэтому я вознагражден дважды, видимо, так. Как я и обещал, вот твоя награда. Доля сокровищ как от Атрила, так и от Контрабандиста. Спасибо за помощь, Холмс. А кто такой был Атрил? Ты хорошо сработал, Холмс. Я уже не помню, кого я там замочил. Но от этого оборотня в погонах я наконец-то могу отделаться. Хотя нет, он, конечно, наоборот, служитель закона такой ярый, но... Не сказал бы, что моя совесть абсолютно чиста. Так что да. Ну что ж. Одним делом меньше. Это успех. Да? Все? Оно кончилось? Оно кончилось, ладно. Неважно. Все, я пойду в старый Эббенгард. Я бы на самом деле даже мог бы... О, я забыл скуму. Ладно, сейчас. Сейчас я за ней вернусь. Так, тут у нас продается всякая дрянь. Вот возьми глаз Центуриона. Зачем я собираю столько двемерских монет? Вот зачем их? И... Просто вот... Бери все. О, вау, ничего себе. А ведь по хорошему курсу берет более-менее. Так, четыре килограмма. Четыре килограмма двемерских монет я таскаю с собой. Я вроде как хотел их коллекционировать, но смысл, смысл скажите. У меня какой в этом смысл, черт возьми? Так, а ты возьмешь у меня... О, кстати, она даже может, наверное, взять... Что-то вот из этого. Парализация. А, во, вот эти вот всякие. У меня, знаете, была мысль... Иметь по какому-нибудь магическому предмету, который делает урон каждой стихией. На случай, если я встречу какого-нибудь врага, который уязвим только к чему-то одному. Но это, мне кажется, слишком уж перестраховка. Я, наверное, пожалею о том, что я сейчас сделаю. Продавая вот это все по закону подлости, как раз придется... Вот, это, кстати, хорошая штука, очаровать персонажа. Это я сохраню. И вот это очень классное колечко. Вот как раз, если кто-нибудь мне продамажит всякие навыки, я могу им воспользоваться, чтобы их восстановить. Двенадцать штук за хамелеон. Всего лишь двадцати пятипроцентный на тридцать секунд. Наверное, это выгоднее будет продать. Вытянуть здоровье. Вот это тоже не очень... Вот это я хочу сохранить для коллекции, потому что это именной какой-то амулет. Я коллекционер, я ничего не могу с этим поделать. Ну вот, это я, наверное, оставлю восстановить здоровье. Хотя нет, не оставлю. Не оставлю. Марк. Метка. Метка, это же... Для телепорта, да, по-моему. Для телепорта, мне кажется, я еще не скоро дойду, так что по чертям эту штуку. Вот этот амулет я, наверное, тоже оставлю. Вдруг у меня кончится мана, где-то я буду в темноте. Это тоже в коллекцию минная штука. Это продать. Это я специально на продажу таскал. Ну, пусть оно побудет. Мне, наверное, проще отгрузить две мирских монет. Они весят больше, чем это кольцо. Кстати, кольцо весит одну десятую. Кстати, вы знаете, в чем измеряется здесь вес? Это же, наверное, явно не килограммы, да? Потому что 280 килограмм. Таскать на себе невозможно. Это фунты? Фунты, да? То есть одну десятую фунта весит колечко, и полфунта весит монета две мирские. А, подожди, нет, она... Ладно, тогда кольцо выгоднее продать. Ну, выгоднее в том смысле, что я немного разгребусь по весу. Так, это пригодится, это пригодится. Ага. Ну, и сколько-то там монет можно... А, ну... А ты вообще будешь брать у меня? Да, будет. А-а-а... Чаша. Ну, давай рубин. У тебя нет, рубин будет жирно тебе. Ну, просто... Сколько-то там монеток отсыплю. И давай, пожалуйста, на все твои деньги. У тебя же ничего особо ценного нет, да? Ничего. Ладно, на еще монетку. Какой-то я не очень торгаш. Торговаться не получается. А ты не торгуешь, ладно? Окей. Как интересно торговаться, друзья. Тут, скорее всего, просто одежда, да? Или ты можешь взять у меня... Нет, не берет. Нет, не берет. Только всякие вот такие штуки. На, наверное, монету он тоже примет, нет? Ммм, очень жаль. Когда проще было... О, кстати, что у меня еще есть пояс с бафами. Ну, знаете, вот мне сейчас подумалось, что вот Моровинтон... Кстати, не загораживайте меня. Торговцев обычно меньше, с всяких предложений. Поэтому это окошко растянуть надо вот побольше с моим всяким шмотом. Моровинтон... Особенность у него вот такая, что... Большинство всяких штук магических... Их надо именно применять, активировать. Те, которые дают пассивный эффект, постоянный, они очень редко встречаются и по-настоящему ценны. Ммм, так, еще раз. Да, это все я... Хотя, может, продать вот эту штуку? С причиной огню щит. Да, наверное. У меня, по сути, из этого только нужен свет. А свет... Ну, я лучше буду кошачий глаз кастовать почаще. Давай, продам. О! И насколько я помню, в Миролаге это все последний торговец. И здесь, я думаю, смогу продать некоторые ингредиенты. Да? Да, ингредиенты и зелья. Вот как раз алмазы пойдут сюда. Рубины, то есть... Простите. Вот, держи два. Ладно, небольшой навар. Так, и вообще, на самом деле, вечеряет. Я бы такое, что снял номер. И уже с утреца... С утреца отправился в старый бенгард. Так, я полагаю, это к тебе, да? Кровати. Десять золотых. Конечно. Так, прямо за тобой. Внизу по ступенькам. Подожди, что-то не сходится. Ладно, вниз по ступенькам. Наверное, сюда он имеет в виду. Да ничего мне не надо от вас. О, какая прекрасная. А я, по-моему, тут уже ночевал как-то. Серьезно, даже почитать можно тут. Смотрите. Ах. Вообще, хорошая оказия, знаете. Но в другой раз. В другой раз. Сейчас не очень читабельный настрой, так скажем. Так, семь вечера. Так, пять. Это будет полночь. И, ну скажем, в пять утра подъем. И отправлюсь дальше. Вообще. Ммм. Кстати. Может пополнить зелья, если вообще они продаются у этого торговца. Бля-ля-ля-ля. У этого-то явно нет зелий, да? Да. С этой модификацией на изменение иконок зелий удобнее. Сразу можно заметить те, которые восстанавливают атрибуты. Ммм, какая темная ночь. Тут же у нас несколько лун, да? Пока только одну вижу. Ну... Или небесных тел, но... Я не думаю, что я не очень силен... Я не знаю, как это даже называется. Астрофизика или что? В общем, наука, которая изучает... Ну, астрономия, наверное, да? Движение небесных тел. Могут ли небесные тела какие-то, кроме как луны, быть настолько близки к планете? Наверное, это луны все-таки. Они вращаются вокруг. Как, кстати, называю? Я все забыл совсем. Нирн. Это же Нирн, да? Называется планета мир. Нирн. Вокруг Нирна вращается вот эта вот, которую закрыли тучи сейчас луна. Скума, да, конечно. Простите. Да. Буду рад, если напишите про... ...всякие луны или что тут у нас есть в комментариях. А-а-а... Ну, как-то тут ничего интересного особо. И что-то я рановато, по-моему. Верни мне мою скуму. Вылез вообще. Надо было до шести дрыхнуть. Слишком темно и дождливо, черт, отправился в дорогу, ну. А, это что, кстати? А, я что-то заначку сделал, я помню. Надо было вот это взять и продать. Это же авторский контент, так сказать. Собственное производство. Что-то и дрянь какая-то, на. По-моему, здесь я заначку делал. О, да, это мой арбалет. Так, десять килограмм. Ключ от арктанга. Ну, надо просто запомнить, что он здесь. Просто пятьдесят килограмм на себя тягать — это не вариант. Я не знаю, почему он весит пятьдесят килограмм. Это, кстати, по-моему, стало после переустановки модов. Вот, когда обновлялся там Red Rebuild, чтобы открылся старый Бенгард. Этот ключ внезапно стал весить пятьдесят килограмм. Ну, фунтов, да, скажем так. И я обнаружил себя перегруженным, когда загрузился. Вах, ну, тут я уже частенько бегал. Я думал, вот это как раз место можно перемотать, да? Давайте. Да, у меня, кстати, вспомнилось, что вышел же новый саундтрек. Очень классный. Старый Бенгард сюда, да? Очень аутентичный. Для там Red Rebuild. Надо будет заморочиться, посмотреть, можно ли его сейчас воткнуть. Вроде бы ничего сложного в этом нет. К мору. Напомните мне, а то я забываю вещи. Это свойственно людям. Так, пепельный батат мне не нужен. Это, конечно, вкусно и замечательно, но не сейчас. Хм. А вообще, знаете, пепельный батат? Это же такая прекрасная, наверное, штука. Раз он растет в таких вот местах, возможно, он растет уже приготовленным. То есть его вырываешь и ешь сразу. Хм. Хотя нет, бред. Тут не настолько горячая почва, чтобы он прям варился в ней и готовился. Это с точки зрения биологии совершенный бред. Да, простите, я несу бред. Зачем расти в том месте, где ты сразу умираешь? Да. Ну, наверное, он мягенький. Вот что. Так, мне сюда. Светает. Комуника. Наверное, имеет смысл удачу прокачивать. Я ни разу этого не делал с... ...времен прибытия в Морровинд. Ни разу. Наверное, имеет смысл. Это же все переменные вот такие вот случайные. А в этом поместье, кстати, по-моему, был. Да, я тут был уже. Окей, дальше пойду тогда. Помнится, ничего интересного там я не нашел, не встретил. Никого интересного, опять же. Вроде я на правильном пути. Надо бы подзаморочиться алхимией. Но не сейчас, не посреди вот этой глухомании, не посреди дождя, который только что кончился. И не на донышке моей стамины. Прекрасные места. Ну, помнится, один из первых эпизодов я тут начинал. Когда только переплыл на этот контейнер. Кстати, было бы вообще замечательно. Я специально сейчас иду шагом, чтобы восстановить запас сил, чтобы выстрелить в эту штуку. С большей вероятностью на успех. А может быть вообще не связываться? Пожалуй. Хотя тут я могу нарваться на что-нибудь менее приятное. Ну ладно. В конце концов можно убежать. Проблема. Одна из проблем, которые у меня есть вообще в этой сборке, что нет транспортного сообщения между островом и континентом. Там рейд ребилд предполагает корабельные маршруты, но... Вроде бы я не пожелав заморачиваться, поленившись. Не стал выяснять, что значит галочка вот эта вот. Когда первый раз устанавливал... Стеклась на хижину, но я в ней был вроде бы тоже уже. Первый раз устанавливал эту сборку. И в итоге наладить эти сообщения мне так и не удалось уже по факту переустановки. Ну а посмотрим. Я в любом случае буду... Переустанавливать это еще раз. Наверное, когда... Как раз таки изучу... Старый Эбенгард. По-моему, я... Заблудился слегка. Это же уже не дорога, черт возьми. Ладно, нам не впервой по глушам шастать. Техскальных наездников нам лучше отстрелить. Довольно большой хитбокс, это хорошо. Надеюсь, ты на меня хоть нападать не будешь. Он хоть и зараженный, но он не нападает. Приятно. Так о чем я говорил? Проклятые скальные наездники отвлекают. О том, что надо будет переустановить сборку после того, как изучу все в старом Эбенгарде. Я надеюсь, я здесь пролезу. Это непри... Неприветливые места, должен признать. Чтобы зачем поставить... Последнюю версию модификации, чтобы... Меня еще не заметили. На всякий случай, подготовлюсь к этому. Чтобы быть своевременным и... Поскорее оценить, что они там нового сделали. Какие новые территории. А вообще, ты мне мешаешь. Умри. Пожалуйста, спасибо. Ах ты черт. Я бы перышки пособирал с него. Да, и вообще, помнится, после переустановки модификации... Черт! Вау, как я его быстро... Разделал, смотрите-ка. Они стали на меня нападать. Хотя до этого были, как ни странно, дружелюб. Ну как, они не нападали на меня. Ну, только... Прокаженные нападали. Обычные нет. Нет. Я убрал те моды, которые посчитал излишними. И, видимо, один из них был там на регулирование... Поведение искусственного интеллекта по отношению к игроку. Кстати, как тут ничи летают. Прямо суть, как он высоко... Где он там только что уже был? Ну, видели, да? Как вот высоко взлетел, как воздушный шар просто. Ммм... Нет, что добавляют идиллии. Вон он. А? Блин. Где алибарда? Слушай, я не могу даже его проткнуть от алибарды. Как... Какой я неловкий, а? Да, то есть... Фактически выглядит, что тыкаю, тыкаю, то в землю, то сверху, там, то снизу, да? Ну, да, вот... Хорошо, что я сейчас вспомнил достать алибарду, потому что не хотел... А ты тоже на меня будешь нападать, что ли? Вы жигуары милые, добрые, классные, да? Да, ути, ути, мой хороший. Э? Такой. Ладно. Старый бенгард, наверное, где-то там. Посмотрите, следы цивилизации. Так вот, я опять, по-моему, не закончил до конца мысль. Эээ... Вообще, летсплей — это хорошо. Можно, знаете, вот этот весь бред, который обычно у меня сохраняется в моей голове и там варится... Выплёскивать как-то. Так, очень интересно. Как я должен... Нет, у меня, конечно, есть левитация, но... Но если бы её не было, мне интересно. Предполагается какой-то мост, скажите мне на милость. Мне думается... Обойти с этой стороны будет быстрее, почему-то мне так кажется. Вот я хочу хотя бы добраться до старого бенгарда. Вообще... Это похоже на двеймерские руины. Не очень, откровенно говоря, хоть... Кстати, я не помню в оригинальном уровне вот таких вот ассетов... Таких... Я не знаю, что это даже. Вот это явно флора, да? Это флора же. Сюда у меня тоже как-то не хочется. Чёрт! Нет! Вот, знаете... У меня... Ладно, я сохранюсь сейчас! Эээ... Сработал вообще-то инстинкт? Самосохранение, быстросохранение. Но я такой, надо же меньше сейф скамить. И вот, пожалуйста. Меньше сейф скамлю, зато больше страдаю теперь. Ну, может быть, мне удастся это сделать без левитации всё-таки. Как я люблю усложнять себе жизнь. Давай! Пожалуйста! Так, вот. Если... Вот встать так и прыгнуть отсюда... Нет, не получается. Вот так. Ну... Так, ладно, это безнадёжно. Зелье левитации у меня ещё есть. Супер! Чёртова пещера! Не хочу даже тебя видеть. Ну, будем думать, что я... Перепрыгнул вот здесь вот, да? По этим камушкам. Так, это вполне можно было бы сделать. Пользуясь случаем, можно залететь куда-нибудь повыше и осмотреться. О! Смотрите, следы цивилизации. Прекрасно. Мне явно нравятся эти... Это полудерево, полугриб какое-то. Не, конечно, в Морровенде полно таких. Но вот... А, знаете, это... Полудерево, полу... Получага. Что таких зверей я ещё не видел. Или видел. Может, видел, но не помню. Привет. Похож на комара. Велк. Ты прекрасен, дружок. Особенно ты прекрасен тем, что ты не нападаешь на меня. Ты можешь быть. Ты, видимо, хорошо попутешествовал, чужестранец. В такой забрёл уголок. Да вообще не говорит. Занесло меня. Ты кто? Я Гевар и я из местных. Я присматриваю тут за этими велками, за гулями. Гули? Ильветосодержатель. Так. Присматриваем тут за всём. Таскаем багаж. Ну, ты понимаешь. Частенько выполняем всякие поручения для Индорил. Они присматривают за нами. Ну, спокойная жизнь погонщиков, велков, я не знаю. Слухи какие тут у вас? Что происходит? Ммм, защита прав собственности, закон и порядок. Это я уже слышал. Это мне неинтересно. Про Лоршлав скажешь что-нибудь? Что вообще тут у вас? Если ты не знал оружие и броня... Ну, я думал, ты мне расскажешь про велков что-нибудь. Ну, ладно. Может, вот этот... Твой друг поумнее будет. Спасибо, спасибо. У меня желает благополучия за пределы возможного прямо. Привет. Меня зовут Гевар. Я пастух... Портер. Портер. Не знаю. По-моему, это... Ну, ребята, которые занимаются керамикой. Ой, мой английский, божечки. Опять что-то проиндорил меня заливает. Ну, что тут происходит-то у вас? Здесь ничего конкретного, да? Ладно. В спокойные, видимо, времена зашел сюда. В первую эру пророк Велот повел наследников... Нет, не наследников, а наоборот, предков данмеров с острова Саммерсет в регион под названием Моровинд. А, это, наверное, когда данмеры еще не были темнокожими, да? В первую эру. Велот. Все такое. Ладно, я так и не узнал, что это за звери такие, но будем знать, что они выглядят так. Вообще, это не выглядит как дорога к старому Аббингарду, да? Выглядит как дорога к двемерским руинам, которые сейчас не хочу. Мне бы, знаете, продать вот то, что я уже насобирал. Слепота. Абуза. Классные эффекты у этих грибочков. Ну, по-моему, старый Бенгард должен быть на побережье. А это что такое? А, не-не-не, подожди, не то, не то. На тебе алебарды по морде. Может, здесь мне кто-нибудь расскажет про... Я уже забыл, как они называются. Никого нет. Нельзя колдовать. Хлебушек. Здорово. А, велки их. А что-то как-то тут... Бардак. А где хозяин? Флора Тамриэля. Поппи. Драконий язык. Ну, это... Тут, по-моему, про новое это растение ничего не написано. Ну, я бы, знаете, это все обнес, но... На сегодня мне хватит хлебушка, наверное. Где, кстати, он? Куда делся, черт? Почему так все запутано? Хлеб. Не возымел эффекта на вас? Я не знаю, что сказать. Хочу ли я туда? Конечно, я хочу туда. Наверное, не дойду до старого обингарды сегодня. Тем более, учитывая все эти перепады высот. А это уже ведет в пролив, да, между островом и континентом. Да, прекрасно. Ну, пейзажи зато, пейзажи, черт возьми. Ну, кстати, да, пейзажи-то очень даже ничего такие. Да? Живописненько. Ну, я хотя бы нашел мост уже в путь. Так. Это как-то странно. Это вот эта тропа такая или что это? Ну, да, это тропа, ничего себе. Я не думал, что так сложно будет добраться до старого обингарда. Ты как, зачем вы вообще здесь живете, друзья? Вы не ищете, да, легких путей в расселении? Ай, проклятые крысы. Опять не то, черт, отстань! А как сюда войти? Еще, еще один вопрос, который меня мучает теперь. Сюда вообще можно зайти? Так-то выглядит как помещение, действительно. Может, снизу как-то есть проход. Ну, слушайте, теперь я не успокоюсь, пока это не выясню. Они меня заинтриговали. Тем более, что я видел вот этот спуск по логии такой довольно. Возможно, он ведет ко входу. Какому-нибудь подводному, да? Я слишком устал. А возможно, нет, возможно, я напридумывал себе. Да. Окей. Ладно. Зря только штаны промочил. Ну. Теперь это строение не будет посадить у меня в кошмарах. Холмс, ты мог найти свою судьбу в этом. Я даже не знаю, что это. А вот, кстати, вот эти небесные тела. У всех-то они выглядят как два просто пузыря. Хотя нет, вон есть какой-то рельеф. Это две луны, да? Да? А, слушайте, наверное, даже не так вот. Вот это вот луна, а это луна луны. В общем, я буду рад, если кто-то пояснит в комментариях и разбирающихся, если таковые найдутся. А! Вот же оно! Здрасте! Это выглядит как магазин. Infirmary. Серентул. Я, знаете, тут столько всяких сложных слов, что я не понимаю это... Уникальное название локации или... Тип помещения, она. Infirmary, это, наверное, похоже, это, опять же, святилище. Подаяния всякие. А вы выглядите приличными людьми, ну-ка. Что у вас тут, что вы можете мне предложить? Здравствуйте. А, ты не бог. Но ты будешь в моих снах. Что? Земля здесь? Нет. Здесь правит Алимсиви. Алимсиви. Наполнять что-то горы водой, показывать над бримсами, которые мы строим. Ну, ладно. Призрачные ворота. Это же которые на острове, да? Слушайте, это слишком возвышенный язык, я не могу это переводить. Что несущественные заборы, не знаю, проткнули. А, не... Unsubstained. Неподкрепленные рапиры, рапиры пересекают. Чё? Вообще. Мы не нашли общего языка, в общем, с этой дамой. Это выглядит красиво. Ты можешь говорить. Окей, привет. Ну, а вот этот уже более адекватный дядя, да? Приветствую в Серентулия. Пожалуйста, не беспокой тётю Ливари. Ливари. Она немного в непредсказуемом состоянии сейчас находится. Если что-нибудь хочешь... А, хочешь что-нибудь узнать? Об этом месте, конечно. Слушай, где я вообще нахожусь? Что это за женщина? Она ординатор войны. Ну, по ней, кстати, видно. Ну, а сошла с ума после спотыкания о проклятую ловушку, которую поставили еретики. Угу. Единственный нонсенс... Завёрнутый... Блин, какой-то... Я просто спотыкаюсь об эту речь. Граничащие с blasphemy. Это же еретики... Ну, вот... Блэсфеми. О, я забыл слово на русском, соответствующее. Я... Короче, надо почитать какие-нибудь религиозные тексты, видимо, что ли, чтоб в Морровенде лучше разбираться. Ну, короче, это еретичество что-то там. Она не агрессивна, но я не хочу рисковать расстраивать её. Поэтому, Холмс... Не расстраивай. Ладно, ладно, я буду няшечкой. Расскажи об этом месте. В этой башне пилигримы отдыхают и лечат свои раны. Ага. Полученные в путешествии ординаторы отдыхают от их ран, полученных в схватках. Ординатор, кстати, это такая боевая должность, да, получает? Ну, очевидно, да. Боевой маг. На службе у Вивека. Да? Как-то так. Ну, следит за порядком. В мирное время. Мы следуем креду святой... Святого Сирина-лечителя. Сирин-лечительницы. Стараюсь как можно больше, чтобы на дороге к восстановлению понятно. Слушай, ну... С тобой можно иметь дело, да? Что тут происходит, интересно? О, смотрите-ка. Есть кое-какой тут боссмер, который проходит здесь реабилитацию, я не знаю. Похоже, он смертельно болен, но... Никто не может выяснить, что с ним не так. Я думаю, что его имя... Элимиран вроде бы его звали. Элимиран. Да, он болен уже несколько дней. Тарис пробовал или пробовала. На нем методы лечения как обычных болезней, так и моровых, но ничего не помогает. Ладно, посмотрим, что мы можем сделать. И, конечно, вряд ли тут компетентен в этих делах, но... Местная зона. Местная зона. Местность. Расскажи об этой местности. Мирная и безопасная. Просто держись подальше от Эшлендеров и Двемирских руин. Бутхук. Будь здоров. Бзанг. Что это значит? Бзанг. А, это название. Бзанг. Красиво как. Держись дорог и... Ты обнаружишься на пути в Эльмалексию на востоке или... НДСРН на западе. Я думал, я в старый Бенгард иду. Ладно. Понятно, в общем-то. От тебя мне больше ничего не надо. Светильщик световой нереальности. Я даже не знаю этих ребят. Пожертвовать 35. Давай, что я получу? А. Ну, благословление могу, конь. Давай вот. Что она мне даст? Что это было? Это просто ветер. Что оно мне дало? По-моему, ничего оно мне не дало. Ну, оно не сработало на меня, наверное. Ну, рассказывай, что с тобой не так. Слабо кашлят. Привет, друг. Меня зовут... Элимиран. Поворачивается к тебе. Я... Был бы рад, если бы ты мог как-то помочь мне. Видишь ли... Мне не становилось лучше... С тех пор, как эти милые люди пытаются... Подожди. Так, ладно, я не так делаю. Смотри. Надо переводить... Решать проблемы по мере поступления. То есть переводить слова по мере их возникновения в строке. Видишь ли... Я не имел никакого облегчения. Эти милые люди с их книгой, которая называется... Гаспел... Это, наверное, пророк? Нет. Не пророка. Последователь. Последователь Святого Сирина за последние несколько дней. Ну, я не пытаюсь лечь его книгой, видимо. Но Тарис... Не выпускает меня из виду. Не мог бы ты быть дужкой и... Пожалуй, Фетч. А, доставьте ее для меня. У меня нет многого, но я могу предложить тебе кое-что взамен. Ну, конечно, дружище, помогу. А, фантастика. Слушай, она находится наверху, на алтаре. Поторопись, принеси ее сюда. Я не знаю, как долго еще продержусь. И не попадись. Неважно. Я тоже попытаюсь тебе помочь, дружище. Здрасте. Здрасте. Сделаем вид, что... Сделаем вид, что... Вот это самое. Хм. 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 Ничего зазорного. Я просто взял книжку, в конце концов. Даже если бы меня... Обнаружили. Что это такое? Ты тебе... Нет, помню. Да смысл? Я тебя принес книгу. О, слушай, ты просто что-то... Говоря по правде, это была моя первая попытка ограбления. И... Ты должен выручать меня вот таким вот образом. В следующий раз я подготовлюсь как следует. Но вот сейчас... Ты не разрешаешь, если я возьму эту книгу? Бери. Окей. А, ты действительно спасаешь мне жизнь. Это было делом жизни и смерти. Вот тебе кое-что за помощь. Ну, окей. Два зелья телекинеза. Журнал обновлен. Слушай, а как-то что-то... А где вся подоплека? Ну, спер я для тебя книжку. Может, ты мне еще расскажешь что-нибудь? Про себя? Мм? Я луни много того-сего. Ну, ясно с тобой все. Слухи, может, расскажешь интересные какие-нибудь... Рочество Нереварина. Окей. А, так ты ж дружище с гильдией воров, похоже, да? Раз мы с тобой... Можем об этом говорить. Мм. Да, я, говорит, вор. Вот мне, знаете, нравится в Морровинде, что тут народ очень такой... Открытый. Я, говорит, вор. Ну и шо с того? Совет. Ну, поболтаем с тобой. Обращайся лучше себя к экспертам, говорит. Болтай со всеми, это дешево. Ну, ладно. Мм, я могу тут запасы пополнить, да? Тарис. А, это ты не спускалась с него глаз, да? Добро пожаловать. Там есть алтари наверху, говорит. Или, если хочешь, тут можно получить... Кстати, зелья, да, давай. А, скуму ты не хочешь покупать. Ну, божечки, ну ладно, смотри. Была скума. Нет скумы. Давай торговать. Профит. Ничего хорошего нет. Ладно. Буду продавать тогда тебе всякое. Что тут у меня дорогого есть? Сердце Дедры. Во. А, из-за того, что не буду варить. Заклинание. Ну-ка, левитация. Слушай, ты причем бы нет? Возьму. Может быть, когда-нибудь я научусь его кастовать. Подождите. У меня, наверное, уже есть какие-то заклинания такие подобные. Вообще, какие у меня есть заклинания? Наверное, у меня уже была какая-то левитация, да? Оно еще называется. Так. Стоимость шанс. Слушайте. У меня есть дыхание под водой, которое на 120 секунд стоит всего 5 маны. Слушайте, это замечательно. Я вообще могу не париться. А вот левитацию, которую только что приобрел, я не в жизнь не смогу скастовать. Столько всего интересного. Довольно много заклинаний-то у меня. Проказать существу. Цвет азуры. Кстати. Ну-ка, кошачий глаз. Он стоит 6. Здесь 130 секунд. Цвет азуры. О! Так я могу. Ну-ка. На шестерку у меня кошачий глаз. Давайте-ка я лучше буду кастовать свет азуры. Потому что... А, подожди! Нет! Это же свет. Я буду палиться из-за него. Разная механика действия этих штук. Так, ладно. Я примерно понял, какие заклинания есть. Что я могу у тебя получить, интересно. Так, это все, которые у тебя есть, да? Главным образом меня интересуют заклинания школы изменения. Нет, иллюзии, иллюзии. У тебя их нет. Ну ладно, вот и поговорили, в общем-то. Ладно. Ну, собственно, вот и все. Ну, я думаю, что вы, друзья, если еще не лайкнули и не подписались, можете сделать это сейчас прямо. Это неплохой момент, чтобы пока что закруглиться. Такая пилотная серия после долгого застоя. Вот. И уже с этого пункта продолжить наше путешествие в Эбингард в следующем эпизоде. Вот. Я, кстати, даже не знаю, теперь уже успели за следующий эпизод до туда дойти. Потому что много всего интересного, правда, попадается на пути. Ну, посмотрим. Вот. Рад вернуться к Моровинду. Надеюсь, что и вы рады. Ну, а с вами был Сэр Холмс. И на сегодня все. Пока-пока.